Чем это выражалось в нарушении? Дескать, работу делали с герамией, черные что? Да, это работа была? Да, это уже работа была, получается. Они даже лифт не вызывают, вот сейчас вот до сих пор. Лифт нельзя вызвать дома, придешь, дверь нельзя открыть. А соседу позвонят? Звонить нельзя? Нельзя, звонить нельзя. Нажать кнопку, это работает на них, и не верю, и что-то говорят. Так они до сих пор его Христа назовут? Конечно, они ждут Мессию, Мишаха. Он придет, в образе, в Сатану. Итак, Иисус сказал им в ответ, разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Итак, мы подходим к интересным событиям. Очень интересно. Прошу обратить внимание, что Господь сразу приводит пример из Священного Писания. Как он вошел в дом Давида, в дом Божий, взял хлебы, предложения которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел и дал им, бывшим с ним. И сказал им, сын человеческий есть Господин Субботы. Но хотелось бы остановиться на 4 стихе. Как он вошел в дом Божий, взял хлебы и предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел и дал бывшим с ним. Согрешил ли в этом случае Давид? Получается, Субботы решил, потому что был закон, что только священники должны были быть. Сразу внесу, корректирую небольшую. Ему не дали священник. То есть он сам взял. Он сам. Вот тут Толковань написал, что на авиафару обманул его. Сказал, что царь послал на одно нужное дело. И он в алжбе. Потом взял хлебы. Кто-то ему дал, да. Но он ему как бы обманул. Я правда не помню, что он его обманывал. Я помню, что они шли, действительно от Саула бегал и... Он действительно обманул. Да, да. Все без явления уже... Ну да. А дело еще в том, что то ли постановления у них были, что если видишь нуждающего, который при смерти, то это не грех отдать хлеб священный для священников. Это не грех. Если человек залкал и нуждается в при смерти. Это было, это было там. Это есть у них. Это есть у них. Значит не греет. Не греет. Он пришел. Причем он прямо тогда не сказал. Что он не сказал? Он уже придумал причину. Почему? Потому что, во-первых, он был враг для Саула и одно время был его оруженожцем. Если бы он сказал, я убегаю от Саула, то у священника было бы сомнение. А надо ли давать ему? Почему? Потому что царский указ был, никому ничего, врагам ничего не давали. Я знаю, что единственное добавлено от Саула, что Давид был духовный все-таки человек. Духовный? И как бы он мог взять позиции духовного царя, приведя пример Отца Небесного? Еще раз. То есть царь Давид, я говорю о царском повелении. Но он еще не был царем. Нет, вы сейчас не поняли. Я говорю о царе как о Боге. Он отвлеченно сказал, да. Как о Боге. Человек духовный, он может приводить в житя святых кого-то там. Я сейчас не понял. Когда он говорил, его отец там что-то за что-то, он говорит, да, я был там на уроке учителя. Василия Великого. Но я сейчас не помню. И он говорил именно вот такими фразами. То есть. А тот по своему понимал отец, а этот имел в виду совершенно духовный. То есть другой. Понятно. Но другой еще момент, смотрите. Царь Давид помазан уже на царство. Он знает, что от Саула будет отнято. А тот за ним как бесноватый гоняется, чтобы убить. И ему надо выжить. И он получается обманул. То есть фактически не храпнул. Согрешил фактически. Так получается. Но ради выживания. Ради выживания, да. Ради того, чтобы исполнилось, как бы, да, то, что он царь в итоге. Он-то уже царь. А он фактически, можно сказать, не обманул. Его не спрашивали, убегаешься или не убегаешь. Он говорит, что... Царь дал поручение, да? Ну, я не знаю. Давайте посмотрим это место. Авиафар сейчас надо забрать. Сейчас надо набрать. У тебя поисковик же есть? Да. Это место давайте посмотрим. Авиафар. О чем идет речь? Ну, это, конечно, хорошо. Кетку снимите. Ну, что, Слава Боже, разберем. Четыре берем. Шпаргалки доставайте ребят. Здесь они есть. А может, первый царь 14-й где-то так? Сейчас, 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 я сыраю. А, нет. Это 18-го. Нет, а вообще первый царь 22-й, как получается. Про авиафары первый раз. а так надо опресники вести то что я ищу там опресники же он или хребы предложений так пришел давид ахимелеху священнику смутился ахимелех при встрече с давидом это 1 царь 20 глава 43 стих и сказал ему почему ты один и никого нет с тобой сказал давид ахимелеху священнику царь поручил мне дело и сказал мне пусть никто не знает зачем я послал тебя и что поручил тебе поэтому людей я оставил на известном месте опять же царь можно действительно понять как господь то что владимир говорит ну то есть можно по разному итак что есть у тебя под рукою дай мне хлебов 5 или что найдется отвечал священник давиду говоря нет у меня под рукой под рукой простого хлеба есть хлеб священный если только люди твои воздерживались от женщин восклицательный знак отвечал давид священнику и сказал ему женщин при нас не было ни вчера ни третьего дня со времени как вышел и сосуды отроков чисты если дорога нечиста то хлеб останется чистым в сосудах сосуды то есть эти вот кто с ним и дал ему священник священного хлеба ибо не было у него хлеба кроме хлебов предложений которые взяты были от лица господа чтобы поснять их положить теплые хлебы ну все получается он как владимир сказал примерно так же сделал царь поручил мне дело и сказал мне пусть никто не знает зачем я послал тебя и получил что поручил тебе то есть он отвечает почему людей нету я их спрятал потому что царь поручил чтобы никто не знал это в тайне чтобы было ну да ну то есть непонятно он соврал все таки или нет я сказал он давид был духовный сегодня первый царь 2043 надо смотреть толковали но можно юридическую форму ну скажем так это не по святым отцам а скажем так по жизни был правомерный интерес был правомерный интерес держать информацию до времени этот правомерный интерес не противоречен ни одной норме ведь позовито мы тут рассуждали тебя не было по моему то что он же помазан на царство уже знает что он царем будет а этот мясноватый соус за ним гоняется убить и он как бы в связи с этим понятно он себя сохраняет любую способом да но вопрос в том что видишь все таки ложь то это подожди ложь или правомерный интерес это разные вещи не надо это вопрос очень серьезный есть понятие правомерного интереса есть понятие прямой лжи есть понятие косвенной лжи ложь это ложь правомерный интерес интерес он удаю информацию как получается он сказал что царь поручил и поэтому люди мои не со мною вопрос поручал ему царь или нет нет конечно не поручал он не поручал да конечно то есть он говорит а чего ты один так делю твою я царь ничего нечто важное поручил поэтому они там скрыты где-то в клубе вместе в новом завете как сказать там апостол правилу когда там отреки когда спасали его через этого через крейского по-моему бельможу там если что интересно нечто нечто сказать тебе нечто то есть был режим секретности правильно правильно был такой режим и благодаря этому режиму апостола они охраняли конечно какая-то аналогия без толкования не разберешься да сейчас я открываю если он изначально уже помазан вот лопухин пишет вымышленный Давидов предлог посещения города Новы ровные и вымышленные объяснения своего желания получить священные хлебы и меч Голиафа могут быть объяснены тем что поистине безвыходным положением в котором находился невинно преследуемый Давид ну фактически то что мы так сказали крайне нехожим получается что как бы да ну еще Златоуст что пишет сейчас есть же у нас такие Златоуст ничего не комментирует Паша идите там поговорить ну я так там поговорить идите вот этот Ян Касья раз нас выгоняют неудивительно вы сами вы сами себя выгнали тебе предупреждили просто чтоб ты не болтал языком неудивительно что подобные произволения действительно находят место в Ветхом Завете иногда святые мужи лгут прямо пишут похвальным или по крайней мере заслуживающим прощения способом и мы видим что за этим им верят все значительные а ложь допускается потому что это были начальные времена начальные в конце концов они законно услаждались стадами жен и наложниц и это им не вменялось в грех кроме того они часто проливали кровь своих врагов собственными руками и это не только не рассматривалось предосудительно даже считалось похвальным мы видим что в духе Евангелия все это категорически воспрещается и ничто из подобного не может совершаться иначе как будучи тяжким грехом или святотанством сходно считаем мы что никакая ложь пусть и в самом благовидном исполнении не может использоваться человеком извинительно не говоря уже о какой-либо похвале согласно словам Господа да будет у вас да да нет нет дабы вам не подпасть осуждению согласен с этим и апостолом не говорите лжи друг другу колоссянам 3 9 ну то есть колоссян объясняет это начальными временами что человек еще как бы немощной и ветхозаветный и поэтому допускает и ложь вот так последние слова не говорите лжи друг другу они там что друзьями друг другу или кому это говорят в новом завете уже по другому понятно нет он пишет послание колосе понятно именно в тот момент когда давид там был с этими общался они же ведь получается вроде как чуждая стрельта я так правильно это священие более-менее нейтральное но потом вся приложь от дьявола в другое место оно вообще припечатывает Давида но он в ветхом завете поэтому он от этого более свободен да ну поняли да в этом кто не понял поднимите руку непонятно все поняли еще раз повторите согрешил все таки Давид или нет так вопрос обманул все таки или нет обманул но не согрешил но при этом потому что в ветхом завете поскольку в ветхом завете допускается и потому что причина у него благовидная он знаешь защитить себя и защитить этих его же уже помазали на царство а этот бесноватый за ним бегает убить хочет понятное дело надо спасаться и как ну здесь уже нельзя в новом завете Господь сказал ложь от дьявола то есть но тогда уже когда говорили ну что согрешил он не один раз согрешил конечно он еще он не один раз согрешил но ему Бог просил надо понимать что он лучше друг был для него не надо думать что мы будем брать пример с давида для благовидного чего-нибудь будем врать налево-направо ложь поняла спасение это опасное дело моим ученикам что они ели в субботу когда точно так же взалкали как и слуги давида и необоснованное привиление ну когда когда воевали еще давид воевал когда подошли послали лазутчиков лазутчиков и они зашли к этой она их приняла если кто помнит она их приняла и сказала я знаю что вы от бога и что дела божьи ну так вот своими словами а их начали искать она их спрятала и тех обманула опять ложь получается и тогда когда они спросили кто искал она их солгала говорит идите догоняйте покуда они там где-то опять ложь была вот спасение то время вот интересный момент а так если бы она сказала да вот они здесь сидят вот так что очень много противоречивых мест есть в библии которых мы не можем дать объяснение до конца и так но хорошо вопрос задать ему из 5 стих и сказал им сын человек человеческий есть господиной субботы вот как вы можете понимать но закон да он о себе свидетельствует что он господин этим этим людям которые не знаю было ли у них разумение или не было они были ожесточены и все искали предлога как бы зацепить где-нибудь он говорит сын человеческий есть он не сказал что я есть господин он сказал сын человеческий а кто это такой для них кто и вопрос дальше откроется конечно случилось же и в другую субботу войти ему синагогу и учить там был человек у которого правая рука была сухая книжники и же и фарисеи наблюдали за ним не селит ли субботу чтобы найти обвинение против него вот как вы думаете специально его подвели в эту синагогу субботу или все-таки он был там и и что-то подозрение что они специально его подвели слышали что он исцеляет субботу и хотели чтобы в эту субботу тоже подловить его ну вероятно что субботу там все собирались синагогу и этот человек с сухой рукой он тоже постоянно был там не не может быть чтобы те субботы он не был а в эту субботу его подвели вот скорее всего там тоже были но они следили они знали что он был исцеляет но они следили да уже да следили может быть на видное место его поставили может быть как-то мы можем предполагать где ну вот итак книжники же и фарисей наблюдали за ним не селит ли в субботу чтобы найти обвинение против него искали обвинение но он зная промышления их сказал человеку имеющий сухую руку встань выступи на средину он встал и выступил смотрите какая последовательность вот синагога вот здесь человек необычный он его выйди на средину как командир дает шаг вперед чтобы все видели его все видели нет чтобы все видели его и так дальше он встал и выступил тогда сказал им иисус уже обращается непосредственно тем кто находится в синагоге спрашиваю вас что должен делать в субботу скажите что должен делать в воскресенье что должен делать в воскресенье дать господу день седьмой господу богу твоему они тоже самое примерно отвечали тогда сказал спрошу его что должен добро или зло он переключается на это добро или зло спасти душу или покубить они молчали вопросы в лоб да они молчали и посмотрев на всех их сказал тому человеку протяни руку твою он так и сделал и стала рука его здорово как другая ничего не молился не мазал ничего он просто сказал приказал не прикоснулся даже даже не прикоснулся на расстоянии он стоял в стороне этот стоял посередине он никогда руку уже не поднимал она у него сухая высохла стала вот как вот эта стойка вот этого на воскресном день не закончили то есть приблизить надо в наш день чтобы понять на чем речь пример-то надо привезти ну приведи по-нашему он исцелил сделал добро исцелил человека исцелил человека да сейчас у нас кто-то заболеет в воскресный день везти его в больницу или не везти в больницу его ну если фаришей не повезут да исцелить его сейчас пендицит у него перита не будет и стимон фаришей не повезут да это примеры для нас давайте я пример привезу свой который у меня был я уже некоторым братам рассказывал мы жили одно время вместе так же вот весной до приезда Игнатина Ильича из Барнаула с Виктором Савченко он еще тогда не женатый был во Франции не был вот и у нас такой случай случился в воскресенье он мне заходит и говорит Володя давай сегодня матрасы перевезем в лагерь туда потому что на следующий день через неделю сколько-то приезжает народ надо подготовиться а я говорю ну воскресный день давай у нас же будет и понедельник не срочно здесь сегодня приехали я согласен на тележку загрузили повезли в лагерь он говорит что фарисей что ли нет я не буду в воскресенье это делать все я уперся тогда у меня по сей день вот эта делима у меня стоит я правильно поставил не правильно он все таки старше во первых меня еще назначил надо мной во вторых я сослался на закон то есть воскресный день время отдыха зачем когда можно сделать это завтра все он говорит давай сегодня потому что для странников можно в любой день творить дело добро пришел в тебе странник ты же не будешь его там ложить куда-нибудь на землю подкрашением вообще все многие дела можешь делать хорошим только без всякой ну что ты за это требований вроде как можно много чем делать но это понятно дело даже не в деньгах А то, что, например, картошка добро делает, добрая, картошку молоть, добрая это делает? В воскресенье. А в воскресенье? В воскресенье. А если кому-нибудь, то можно? Да понедельникам, я знаю, что. Кому-то можно. Ты уже через зато его наталкиваешь на это, на нарушение. Ты об этом забываешь. Он будет в воскресенье так же работать, скажет, а что, нормально? А если он не может, а ему надо, ну, кому-то поможет. Ну, картошка это так. Да картошка, она до понедельника там и останется. Ну и крыша протечет. Вот я даже с этими матрасами, я правильно поступил или неправильно? Правильно. Так увезли или нет матраса? Да не увезли. Я, во-первых, увезли. Давайте на голосование, кого-то. Подожди, а странники, когда приехали. Я мог бы ему подчиниться, спокойно было. Потом, потом. Вы уже приезжали или еще? Нет, еще не было никого. Когда приехали? Значит, вы еще успевали? Потом приехали. Ну, когда? Ну, на следующий день перевезли. Значит, ты правильно перевезли. Это правильно. Это правильно. Время было еще. Он как начальство еще все-таки, ну и он. Он как фарисей поступил. Он заслался на то, что странники, а странников нету. То есть он заслался на существующее. Нет, но он меня винил фарисейстикой. Я фарисейстикой. Он ссылается на несуществующее. Если бы они в воскресенье приехали, я бы сказал, нет. И пусть на полу спят. Тогда бы ты это неправильно делал. А он ссылается на то, чего нет. А я на это не ссылаюсь. Я его оправдываю. Нет, не ты, а Савченко. Я Савченко. Я Савченко оправдываю. Смотри, брат, я приду. Скажу почему. Смотри, Николай Игоревич, извини, что перебил. Да. Если бы на его примере стоял бы Игнать Тихонович и сказал бы мне, давай сегодня перевезем матрасы. Поступил ли я так? По отношению к Крифтору. Так отличай. К тебе надо спросить. Я тебе два вопроса задал. Нет, конечно, не поступил бы. Вот и все. То есть лицеприятие. Одного я так, а другого так. Я мог бы сказать, Игнатьич, что сегодня воскресный день, но я бы подчинился, сделал бы все-таки, если бы настоятельно. А он бы тебе не сказал, Игнать Тихонович в воскресенье? Нет, он такие вещи допускает. Допускает? Допускает. Ну, это не всегда. То есть какие-то моменты бывают, он допускает. Есть. Я тоже ворчу, но делаю. Ладно, а Сын Человеческий что, все поняли, что он говорит? А Сын Человеческий они не знают, кто это такой. Он сказал, Сын Человеческий господина Субботы. Нет, вот это, на сегодняшние слова я вам говорю. Мужчина, господин Субботы. Вы думаете, ну я мужчина, значит что, я тоже господин Субботы. То есть это так же звучало для людей. Сын Человеческий, это как вот у Шарика есть там, щеня-то появится, скажешь, это вот Сын Шарика, собачий сын, ну, то есть это щенок, да, от собаки. То есть они-то понимали, что Сын Человеческий, он говорит про то, что Сын Божий стал Сыном Человеческим, воплотился ради нас в человека. Кто-то вообще понял это? Они не поняли, они не поняли. Он сказал, и для них это звучит просто, человек, господин Субботы. Ну, да. Кто их такой сейчас человек? Они не понимают, что он говорит даже. Многих говорил о причастии, они не понимали, даже апостолы не понимали. Он тогда же еще и дух святой не сошел, не наставил. Не, речь идет, а вообще от тех людей, даже не об апостолах, от тех, которые окружали его. Там вообще были, ну, как по России, там другие. То есть он говорит о том, что Сын Божий воплотился в человека ради нас. И то, что он как Сын Божий, вообще над всем хозяев. Вот хочу в субботу исцеляю, хочу там, будь когда. Я же это создал, с чего ради-то я буду на вас смотреть. А дальше то, что он говорит дальше? Сейчас. По субботу, да? Сейчас. То есть будет глина учить этого горшечника что лепить. А ты со стороны Бога, да, а дальше что он говорит Господь? Вот. И стала рука его здорова, как другая. А, он не сказал это или сказал? Они пришли в бешенство и говорили между собой, чтобы им сделать с Иисусом. В бешенство. Нет, я немножко дополню это, оказывается, в другом Евангелии написано было. А он там дальше говорит, что, и говорит, что суббота, не суббота, не человек для субботы, а суббота для человека. То есть в другом Евангелии он об этом говорит. Когда вот такое же событие произошло, и он об этом говорит. То есть в воскресный день нам, чтобы мы с Богом соединялись, да, не для того, чтобы он прям шибко радуется, а чтобы ты отдохнул от дел своих на духовное переключился. Да, да, да. Для тебя оно. А если у тебя там овца застряла или болеет ближний, то, понятно дело, я застряла дорога там уплыла. Помоги там. Ясное дело, что... Это понедельника постоянно. Да. И что там? Да конечно. Да конечно. Не, вот насчет картошки, кстати. Например, у тебя бабушка, соседка немощная, а ты работаешь шесть дней в неделю. Вот шесть дней в неделю работаешь, а бабушка не может, она тебя просит. Вот ты можешь либо дать ей картошки, сказать бабушка, в воскресный день, извини, на тебе картошки, я ничего окучивать не буду. Либо ты можешь... Один у тебя свободный только вот час в воскресенье, тогда его отдаешь, бесплатно ей полишь. Вот так только. А не то, что... Прихоть у тебя такая, знаешь, и она тебя запрягает с утра до ночи. Типа знаешь, что... Брат, есть другие варианты еще. Во-первых, ты можешь себе взять какой-то отпуск у начальствующих, хотя бы на полдня там сказать, вот им не требуется, ну как есть. Ты же Христина лгать не будешь, придумать причину. Вот. Во-вторых, у тебя есть для этого вечернее время, ты же не работаешь до двенадцати ночи, пожалуйста, вот это время досуга свое ты потрать на это. Приди, попропали, покучи. То есть в ночь, пожалуйста, можешь при луне работать. То есть можно, не нарушая западе божьего, все это сделать. Ну, хочется и на юлку залезть еще. Речь идет о том, что необходимо, крышу сорвало, сейчас дождь пойдет, все пролет и все помочь. Это другое дело. Вот воскресный день. Экстренное. А картошка-то не экстренное. Вот когда вам говорят, возле храма цветы поставить воскресенье, никто не умрет от этого. Не надо ничего сажать там возле храма. Итак, для тех, кто новокрещеные, ну и для тех, кто уже давно крещеные, что можете сказать? Интересная жизнь в Христе? Очень. 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 Сколько вопросов и нерешенные. Делать или не делать. Мусульман проще, наверное. Пошел и сделал. Нет, у них там пожестче. Будешь еще и жёстче, да? Современный ислам тоже в значительной мере подвинуть. То есть, как бы, то мусульманство, которое у нас часто представляется жестким, на самом деле, мягко говоря, не везде и далеко никак. У меня даже специально есть мусульманская книга, как называется Хидое, я там посмотрел, древняя, кстати, это, ну как там и так далее. Вот. Сплошь и рядом там идет то, что в Верхном Завете, у Иудеев, Господь тогда вот говорил, я уже не помню, про Рок Исаи, по-моему, правило на правило, толкование на толкование. Вот это, поэтому, на самом деле, ислам, он тоже неоднороден. На своей практике, на доктринах они тоже могут это громко там рассуждать, а именно в практике сплошь и рядом идет, ну, то, что называется у нас экономия. Ну, это мягко, это в нашем форме. Есть еще, есть еще одно местописание, это сказано у Якова, милость превозносится над судом. Над судом. То есть, есть закон Божий, да? Да. А милость, она еще больше превозносится над этим. Да. Милость, она всегда, всюду, везде. Безгранична. Да. Бог точно так же поступает. Есть пример из жизни. Были работники у хозяина. А этот хозяин, ну, давай, давай работайте. Все. Пришло воскресенье. Воскресенье. Вперед, там, в поле и косить. А все говорят, ну, воскресенье, служба. Воскресенье, служба. И некоторые говорят, а некоторые робчат. Вот какой, вот заставляет воскресенье. Воскресенье. Вот. Он говорит, ничего подобного, давайте идите. А один из этого коллектива, из работников, вот, идет и радуется Господу. Господи, слава Тебе. И псалмы читают, работают, и псалмы читают в это время. А эти негодуют. Негодуют. И говорят, вот какой начальник, воскресенье заставляет и прочее. Ну, в конце концов, этот хозяин вдруг внезапно умер. Почему-то. То ли, может, по ихним молитвам. То ли еще почем. Может, недомогание было. Может, он думал, не доживу до того, что там не скосит. Неизвестно. Факт в том, что работник пошел не робчат, а Богу воздают славу даже в этот день. Ну, работает. Ну, ладно. Подневольно пошел. Подневольно пошел. Делает доброе дело. Ну, надо. Там, конечно, и завтра дождь пойдет. Или что ли. Он же работник делает доброе дело. Так он за это оплату получит? Дело не в оплате, а дело в том, что воскресенье подошло. Надо на службу идти. Все это потом. Не об оплате. Не об оплате речь. Заплатят, а мы не заплатят. Может, он лишит премии, скажет, вы плохо работали. Неизвестно еще. Дело в этом человеке, который Псалмы читает, молится, радуется. С каким ты подойдешь? Ну, отношение получается еще. Есть другой вариант еще. А давай. В воскресный день, во-первых, ты уже должен, как христианин, объяснить человеку, своему начальствующему, что ни при каких обстоятельствах я не буду в этот день работать. Все. Нанимайте там другого, кто я, я пойду там. Все. Это мой твердое решение. И у тебя никогда об этом уже просить не было. Потому что есть уговор. Если он на этих условиях тебя принимает на работу, значит, он уже согласен с тобой. Все. Претензий никаких не будет. Доброе. Братья, можно примеры жизни? Допустим, что-то следующее. А если я не сказал, то, конечно. Значит, это ребенок маленький. У женщины верующая, но у нее проблемный муж. Ну, алканат, да? Вот это. И, соответственно, надо было за этим ребенком смотреть, и еще за одним. И ей приходилось, часто падали эти дни, эти рабочие воскресенья, и приходилось лавировать. Лавировать как? Что в какое-то время она просила другую женщину остаться с ребенком. Вот это. То есть иногда все равно приходится лавировать. Как это не печально звучит, все равно бывают случаи, когда, допустим, человек вынужден, предположим, одно воскресенье пропустите, если, тем более, ребенок еще в этот момент заболел. Ну, я просто очевидц этой истории. Я знаю, о чем речь из опыта. И, конечно, тут стоят вопросы о замещении времени. Вот та, которую просит, тоже верующая, она хочет в храм пойти, но надо с маленьким ребенком быть. Вот бывают такие, как бы, случаи, когда, да, приходится отступать от закона. Смотри, еще есть, я сейчас как раз напомнил об этом. Работа работе рознь еще есть такой момент. Есть, например, как врачи, у них вообще это не считается. Воскресенье, суббота, это та работа, которая, она всегда милосердия. Потому что это милосердия. Она превозносится над всеми этими законами. Потому что человек болен, человек страдает, там, в авария попала и так далее. То есть они вне закона этого. Потому что у них дела милосердия. Ну, здесь есть моменты. Вот Игнатьевич говорит, что это сторож, вот эта вот медицина. Что там еще у нас? Полиция. Нет, почти скачу. Полиция тоже. Нет, здесь другая речь идет. Охрана, охрана. Охрана, да, охрана. Но еще есть другие вот. Вот мы сейчас живем зимой, например, в Барнауле. Нам надо отоплить свое жилище. Если так брать по-еврейски чисто, я должен сидеть и морозить в этот день. То есть ничего не отключать. Ни электричество, ни печку не топить. Либо заранее так на кочегаре, что... Ну, либо заранее кочегарить. Ну, как будто пригласить неверующего. Пригласить безбожника, язычника. Ну, я, например, кочегар. Меня наняли работать кочегаром, да, там. Не все уже на газовом. Теперь приходится как что-то делать. У нас брат вот есть, это Николай Пальгуев, он сейчас пенсионер, а до этого он работал кочегаром как раз. И он один или два воскресенья пропускал, потому что у него воскресенье выходил как раз рабочий день. Но три он никогда не пропускал, потому что три уже идет это отлучение от церкви. Три воскресного года. Хотя у него и причина есть на это. То есть он не по своей принятии пропускали. Его никто от церкви от этого не отключал. За то, что он пропускал, будучи наступником. Ну, здесь есть, конечно. Хорошо. А вот такой пример. Работает железная дорога, да, предположим. У нее расписание свое, оно жесткое. Его там день не отодвинешь, там никуда. Предположим. Я работаю, допустим, вот. Грузим, предположим, вагон. Вагон строго должен уйти в определенный день. То есть его нельзя. Там, а нет, мы сегодня его не отправим. Там, ладно, они подожжут. Железная дорога не подождет. И он выпадает на воскресенье. Что делать? А там дела твои нет. А там, что делать? А апостол говорит. А потом звание выпризвано. А, то есть я работу не делаю, им штраф огроменный и все четко. Нет, нет, смотри, я подогон выступаю. Я, например, уверовал, когда во Христа, я понял. Я ищу ту работу, которая будет не нарушать. Ну, я так себе напускаю. Имеется в виду по возможности. Если, допустим, это гражданские институты, которые нарушат. Ну, выходит так. Ну, они потому что, они все равно нарушают эти люди. Пускай нарушают. Можно с точки зрения. Бывает, допустим, градообразующих предприятий. Там, предположим, ну, условно говоря, одна железная дорога, да? Или, допустим, одно предприятие градообразующее, другой работы нет. Это одни условия. Один суть Божий. Другое дело, если, предположим, есть пять-шесть мест выбора, да? А вы, предположим, застряли на этом месте. Уже чисто там по карьерным соображениям или еще по каким-то, скажем так. Ну, тут уже, как говорится, изберите лучшее, что называется. Плюс, опять же, какой сюжет? Какой сюжет? Значит, в каком звании ты призван? А у апостола еще дословно не помню. В том и пребывайте. То есть, бывает что? Бывает так, что, условно говоря, если, предположим, вы действительно уйдете с этой нужной, с нужным функционалом, когда придут неквалифицированные мигранты, я образно говорю, вот, тогда вред от этого личного частного благочестия будет больше. То есть, это поиск, некий баланс. Я так это вижу. Так, если чисто по-простому. Не строго, богословно. И предположить, где есть заводы, у которых цикл вообще не останавливаться никогда. То есть, они... Ну, столеварно, например. Да, предположим. Я же тебе говорю, я бы туда не устроился. Если бы даже я там работал, уверовал, я бы эту работу оставил, нашел бы то, что я бы не устроил. По возможности, по возможности. Либо сменщика какого-то найти себе. Если есть такое. Ну, или другую работу найти. У нас брат вставляет эти окна, стекла вставляет брат. Нет, ну то есть, позакованы как бы. Нет, просто чтобы нелема не было внутри вот этого разрыва. То есть, согрешаю или все-таки не согрешаю. Я бы просто взял бы другую работу и ушел, в которую вы скидывали. Если трудовой кодекс соблюдать, можно договориться с руководством предприятия, что график сделайте визуально. Вообще-то шикарный вариант. Поэтому молиться надо. И Господь может соблюдать. Месяц, помню. И скольких лет. Не забывай, что ли. Да я не забываю. Итак, мы остановились на двенадцатой. Тринадцатой главе Евангелия Луки. Шестая глава. Денадцатый стиль. Здесь закончилось. Синагога закончилась. Собрание закончилось. Сейчас пойдем на молитву, я предлагаю. Вон братья как раз идут. Вячеслав Николаевич. Поэтому, дорогие братья, не встанем. И достойно. Так, кто у нас поблагодарит? Николай. Да. Поблагодарить. Достойно. 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 Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, мы благодарим Тебя за эти чудные мгновения, которые Ты даруешь нам. Видим. Что мы пребываем вместе, в едином духе, в духе святом. Что мы можем исследовать Слово Твое и в точности понимать его и исполнять, как Ты заповедовал нам, чтобы идти узким путем в Царствие Небесное, а не в широким погибель. Благослови, Господи, всех новокрещенных Твердо следовать Тебе Не прелюбодействовать с этим грешным миром Который моментально утягивает обратно в глубины сатанинские Благослови всех то доброе, которое здесь они получают Сохранить в своем сердце на всю жизнь и пронести это Чтобы враг не похитил души из руки Твоей Тебе слава, чести поклоняй, Отец, Сын и Святой Дух Аминь 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 Я предлагаю здесь помолиться Вот как Конечно, правильно вы сказали Идет комары А мы это, Писание читали Комары сами будут молиться Чтобы их убили Ну да Уже была вечерняя молитва Да Мы Писание, все божественное идет Пятьдесят минут читали Писание Что это молитва была? Да конечно это за молитву прошло Наси Христа Слава Богу Слава Богу Нет Он нарушается на какой-то воскресный день Я именно в этом отношении Дух Святой иногда так направляет Вот здесь надо точно в молитве все делать Ну конечно не надо тут сразу себе какие-то лукавовые обвинения придумать Я просто говорю, такие моменты бывают Нередкие, но бывают Потому что милость произносится над судом Милость Милость Отношение другого человека Спасибо Спасибо Христос У нас самый крутой парень это Паша Да Вот так стоит Так и стоит Так и выглядит хорошо И пузыри пускает Только вот раздашь Паша Кепку назад сделай А можно? Можете сейчас пузыри пустить? Нет Недостаточная консистенция слюны Он еще пукает губами постоянно Находит это смешным очень Здесь Это Спортатор И никто расходиться не хочет У тебя щетки Все свободны Да С миром и зайдем С миром и зайдем Да Нет Есть Спорт спорта Время есть Время есть Угу 45,19